Свет У меня слов нет. Власти давно про нас забыли. У нас вот уже 17 лет нет ничего. Ни воды, ни света, ни больницы, ни школы и даже магазина. Вот пару лет назад нашему аулу подарили солнечную станцию. Дети обрадовались, телевизор увидели. Мы холодильник купили. Недолго радовались. Даже подаренная станция государству, как и мы, стала не нужна. Так, это вот наша станция. Сейчас я вам покажу, где мы воду набираем для населения. Это вот бак у нас полностью на 10 тонн. Каждый день вот эту воду. Это чудо гелиостанции в богом забытом поселке Сарабулак. Пока что за станцией бесплатно присматривает Ася Мебраева. Она контролирует процесс подачи воды и электричества через вот этот монитор. Но если техника даст сбой, чинить Сарабулак ее некому. Поставщик корейской компании предупредила. Бесплатно больше никаких ремонтов. Если что-то случится, например, то даже наше население этих денег не соберет. Вот это вот проблема. Это точно. Если она на балансе нигде не будет стоять, то это будет настоящая катастрофа. То есть мы без света останемся. Корейцы построили тут солнечную станцию ценой в 600 тысяч долларов. Бесплатно обучили двух рабочих в Южной Корее. Аслан Хунчиев – один из бывших операторов этой станции. Казахстанские чиновники полтора года кормили Аслана обещаниями. Вот-вот станцию возьмут на свой баланс и выплатят зарплату. Она держится из-за этих упоров. Вот нижний, верхний. Она соединена на шурупах. Она отлетает там уже во многих местах. Этих угольников уже нет. Сварка отошла во многих местах. Мы остались бесхозные здесь. У меня семья. Семью кормить надо. Если я весь день буду здесь сидеть, мне никто кушать не принесет. Поэтому я бросил. Вот люди в поселке смотрят сами. Это бесхозно. Он еще максимум полтора года протянет, и он разваливаться начнет. Его растаскают на медь, на зеркала. Единственная связь с процветающим Казахстаном – поселковая дорога, которая незнакома с асфальтом. Жители Сары-Булака не могут себе позволить даже заболеть. За эти 20 лет, что только нам не обещали. Говорили, деньги выделим, то сделаем, это сделаем. Если делу-то ужасного качества. В прошлом году нам построили мост. Его при первом же селевом потоке снесло. Нам пришлось самим без техники все ремонтировать. Власти к нам приезжают лишь за голосами за Нур-Отан или охотники на вертолетах. И все, больше никому мы не нужны. Многие местные давно покинули этот поселок. Остальные живут под собным хозяйством. Те, кто остались, а это 15 домов, в шутку называют себе аулом зеленой экономики. Каждый день они молятся, чтобы дармовая солнечная станция не сломалась. Ведь отвечать за нее в Казахстане никто из чиновников не хочет.